В настоящее время проходит всенародное обсуждение проекта конституционного закона Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Он предусматривает более 200 поправок к 64 статьям Конституции, которые основаны на принципе «человек», «общество», «государство». В связи с этим в различных министерствах и ведомствах высказываются мнения касательно документа. Обсуждение продлится до 5 июля текущего года. В ходе обсуждения проекта конституционного закона, организованного Министерства инвестиций, внешней торговли в формате видеоконференц-связи, отмечена актуальность предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. Мы особо остановились на вопросах экономического развития Узбекистана. Большую значимость участники придали таким вопросам, как неприкосновенность собственности, так как это является основой экономического развития любого государства. И в этом направлении были высказаны очень интересные мнения. Мы говорили и о последующем развитии экономического законодательства в плане внешнеторгового оборота, в плане развития инвестиционных вложений в Узбекистане. Здесь ряд наших законов тоже на сегодняшний день требует своего обновления. А тот факт, что в Конституцию вносятся такие передовые нормы, это в свою очередь послужит успешному включению Узбекистана в глобальный экономический процесс и развитию в устойчивом направлении. Также подчеркивал, что в проекте определены конституционные основы развития института семьи, ставятся акценты на дальнейшее укрепление межнационального согласия в стране, всестороннюю поддержку молодежи, защиту ее прав и интересов, выводится в приоритет повышение эффективности действующей системы, защиты прав человека, особенно лиц с инвалидностью и представителей старшего поколения и недопущения детского труда. Сессия вопросов и ответов позволила более детально раскрыть суть ряда новых норм, закрепленных в обсуждаемом документе. В фокусе внимания участников встречи в Министерстве дошкольного образования в числе прочих находились изменения и дополнения, предлагаемые проектом конституционного закона в статью 41 Конституции. Лаконичную статью, которая гласит, каждый имеет право на образование, государство гарантирует получение бесплатного общего образования и школьное дело находится под надзором государства, предлагается расширить. Ранее государство не гарантировало право обязательной одногодичной бесплатной подготовки детей к 6 лет. Каждый ребенок, находясь в самой отдаленной сельской, может быть, местности, горной местности, получит право, независимо от социального происхождения, он получит право равного доступа, обязательной одного года подготовки к начальному образованию. Теперь этот пункт обеспечивает равные стартовые возможности для всех детей нашей страны. 41 статья касательно образования Конституции, она расширена, детализирована и введены новые нормы. Помимо того, что государство способствует развитию дошкольного образования и воспитания, гарантирует получение бесплатного общего среднего образования, общее среднее образование обязательно, школьное дело, дошкольное образование и воспитание находятся под надзором государства. В статье предусмотрена организация инклюзивного образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. В образовательных организациях гарантии продолжения образования для талантливой молодежи независимо от материального положения. Создание равных условий для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций. Всемирное укрепление статуса педагогических работников. Проект конституционного закона прошел обсуждение и в Министерстве здравоохранения. Отмечено, что дальнейшее совершенствование основного закона нашей страны прежде всего послужит обеспечению личных, социальных, экономических, политических прав и свобод граждан, следуя принципу «Узбекистан – социальное государство». В такой стране создаются все необходимые условия жизни для всех слоев населения. В проекте конституционного закона определено дальнейшее укрепление конституционных механизмов, оказание квалифицированных медицинских услуг гражданам. Пандемия показала, что при отсутствии ответственности каждого гражданина за свое здоровье, оно не может дать тот результат, который ждут наши врачи. Когда человек безобразно относится к своей еде, к физической активности, он становится гиподинамичным. Если он будет ответственно относиться, то те результаты лечения, профилактики, которые проводятся медиками, оно будет иметь свой эффект. Наше предложение имеет вот такой вот ракурс. Очень важными являются и те изменения, которые вносятся по поводу людей с инвалидностью. Тут есть особый пункт, который возлагает ответственность на те учреждения и министерства, которые должны обеспечивать беспрепятственную жизнедеятельность людей с ограниченными возможностями. Семинар, организованный агентством по делам молодежи, собрал свыше 11 тысяч молодых людей со всей республики. На их вопросы ответил заместитель спикера законодательной палаты пресс-секретарь Конституционной комиссии. Внесение изменений и дополнений в основной закон нашей страны обусловлено реалиями времени. Необходимостью действует на опережение с учетом процессов глобализации и потребностей общества. Из поступивших свыше 60 тысяч предложений по изменениям в Конституцию 70% инициированы молодыми людьми. Лично меня очень обрадовали изменения, гарантирующие продолжение образования для талантливой молодежи, независимо от ее материального положения. Литмотивом звучало, что желание молодого поколения не оставаться сторонними наблюдателями, активно участвовать в формировании обоснованных предложений, касающихся государственной молодежной политики, необходимо поддерживать и поощрять. В этом контексте подчеркивалась важность повышения правовой грамотности и правосознания молодых людей, их мотивации к участию в общественно-политических процессах. Обсуждение проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан с участием депутатов Законодательной палаты Оли Мажлиса прошло и в Ферганской области. Участниками были подробно проанализированы предлагаемые изменения в области укрепления и защиты прав и свобод человека. Перспективы развития предпринимательства, трудовых отношений, медицины, экологии и многих других сфер. Подчеркнуто, что в основе конституционных реформ – забота о чести и достоинстве человека. Особое внимание уделено социальной составляющей. В числе нововведений запрет на отказ в приеме на работу женщин в связи с беременностью или рождением ребенка. Также детского труда. Отмечалось, что жители Ферганы принимают активное участие в процессе совершенствования основного закона страны. Согласно данным конституционной комиссии, определены области, от жителей которых больше всего поступило обращений. В лидерах Ташкентской и Ферганской области предложения и обращения охватили такие сферы, как образование, здравоохранение, к тому же неприкосновенность частной собственности и поддержка предпринимательства. Не нужно забывать, что настоящим инициатором конституционных реформ является общество и народ. Аналогичное мероприятие с участием представителей Центра стратегии развития и институтов гражданского общества, активной молодежи и других прошло и в Сардаринской области. Отмечалось, что предложения по внесению изменений и дополнений в основной закон включают нормы, направленные на усиление конституционных гарантий трудовых, социальных и экономических прав граждан, в том числе укрепление поддержки малообеспеченных слоев общества, обеспечение и защиту личных прав и свобод граждан. Данный проект конституционного закона сейчас проходит обсуждение по всей стране. В Сардаринской области организовали встречу, на которой говорим о важных аспектах изменений, вносимых в конституцию страны. В этом процессе учитываются особенности национального законодательства, традиции и обычаи узбекистанцев. Вместе с этим не остается без внимания и передовой международный опыт, а именно изучение отечественными специалистами конституции более сотни государств. Доведение этой информации до жителей, в данном случае Сардаринской области, считаем очень важным. В ходе встречи с Центром стратегии развития была презентована онлайн-платформа davladdostore.us. Посредством ее представители широкой общественности могут высказывать свои мнения и предложения не только по изменениям в конституции, но и относительно эффективности реализации государственной программы, а также стратегии развития нового Узбекистана.